На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас вот такой вопрос. Каким должно быть родительское благословение на брак? В каком возрасте оно уже не требуется? Действительно, и Священное Писание говорит нам о том, что дети должны быть послушны родителям во всем, это благоугодно Господу, и в традициях православных народов испрашивать благословение на брак у своих родителей. Более того, в течение столетий существования, даже тысячелетия существования православной церкви, в традиционном обществе браки осуществлялись не только по согласию или разрешению, а именно по решению родителей. Несмотря на то, что у нас портал библейский, я позволю себе процитировать Александра Сергеевича Пушкина, а не Библию в качестве демонстрации того, как это могло происходить. В романе Пушкина Евгения Негина описывается традиционное сватовство, о котором няня рассказывает Татьяне. «Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакал со страха, мне с плачем косу распряли, и с пением в церковь повели. Мой Ваня, моложе был меня мой свет, а было мне 13 лет». То есть, естественно, в такой ситуации эту девочку 13-летнюю никто не спрашивал. Но максимум, о чем ее спрашивали, это спрашивали о ее согласии. Если мы рассмотрим библейский пример сватовства, например, как Авраам женил своего сына Исаака, он отправляет доверенное лицо своего раба и домоустроителя, фактически члена семьи, сватать невесту своему сыну Исааку далеко к себе на родину, подробно оговаривая, что делать нужно и что делать не нужно. После того, как происходит знакомство Элиазара с Ревекой, и он понимает, что на это есть воля Божия, по крайней мере, так ему в тот момент кажется, он знакомится с семьей Ревеки и с ее родными, с родителями, братьями, оговаривают условия этого самого брака. И после того, как все уже решено, спрашивают Ревеку, пойдешь ли ты с этим человеком? И она говорит, пойду. То есть мы видим, что согласие в данном случае невесты требовалось, то есть, наверное, она могла сказать, не пойду. Но при этом это не был тот выбор себе мужа или жены, который мы видим в современном обществе, когда, собственно, не на родителях лежит не только право, но и обязанность, соответственно, поиска себе спутника жизни. Поэтому в наше время благословение носит несколько иной характер. Тем более, что и в брак вступают люди, как правило, уже не в 13 лет, и живут они не в большой многопоколенческой патриархальной семье. Это могут быть, и здесь в вопросе это содержится, в каком возрасте уже не требуется благословение родителей. То есть речь идет, может идти о вступлении в брак в 20 лет, в 30 лет, в 40, в 50. И даже мы знаем, что, например, в 2022 году, например, в Москве зарегистрирован брак, где 93-летний мужчина вступил в брак с 87-летней женщиной. Вот такой случайно мне встретилось в ленте новостей, как вот некий такой возрастной рекорд прошлого года. И мы видим, что, да, странно было бы, наверное, если бы 93-летний мужчина спрашивал разрешения на брак у своих родителей, которые, скорее всего, к тому времени уже и почили. Поэтому речь идет все-таки не о разрешении, то есть благословение не как разрешение, а благословение как молитва, благословение как благое слово, благословение как напутствие и одобрение. Конечно, совершенно естественно нам в любом возрасте искать благословение своих родителей. Благословение Отца созидает дома детей, говорится в Священном Писании. Поэтому я и в 30, и в 40, и в 50 лет, это не важно, если я затеваю что-то новое, я спрашиваю отцовского и материнского благословения. Это не значит, что я спрашиваю разрешения. Но это значит, во-первых, что я спрашиваю их мнение по данному вопросу, которое я собираюсь учитывать. Вот это первая составляющая очень важной родительского благословения, общения почтительного сына или почтительной дочери со своими родителями. Мне важно мнение моих родителей, и я собираюсь его учитывать. Что значит учитывать? Я собираюсь над ним размышлять, я собираюсь об этом помолиться, я попытаюсь понять, а почему мнение родителей таково. При этом я, вступив в совершеннолетний возраст, а именно возраст принятия решения, 18 лет, и уж точно к тому моменту, как созревает окончательно кора головного мозга, к 21 году, я принимаю решение самостоятельно, спросив совета своих родителей и задав, может быть, уточняющие вопросы, обсудив с ними предстоящее мне дело в той мере, в которой мне самому это требуется. И в этом смысле задача родителей тоже не дать разрешения, а с любовью, и уважением к выбору своего ребенка, сына или дочери, может быть, поделиться какими-то опасениями, делав это максимально деликатно и аккуратно, понимая, что очень может быть, что сейчас ты что-то негативное скажешь, свое какое-то мнение о выборе своего сына или своей дочери, а потом этот человек окажется тебе зятем или невесткой, это будет пожизненно, это может наложить какой-то отпечаток, поэтому, если говорить о совете, который можно дать родителям, то ни в коем случае не начинайте высказывать какой-то негатив своим детям, даже если ситуация вам очень не нравится. Такое бывает, когда сын говорит, я собираюсь жениться вот на этой девочке, а что за девочка? Ну, она вот 10 лет назад была проституткой, значит, она наркоманка, завязала два месяца назад, у нее четверо детей от семи разных мужчин, вот, но я думаю, что у нас с ней все будет хорошо. Естественно, у любого адекватного родителя волосы станут дыбом, и они станут, да нет, ни в коем случае, ты что, вот сдержите этот порыв и скажите, что замечательно, сын, это хорошо, что ты решил жениться, то есть нужно найти то положительное в заявлении своего ребенка, своего сына или своей дочери, что вы можете отметить. Таким образом, вы сразу ломаете стену какое-то предубеждение и желание вашего ребенка доказать вам, что нет, его выбор правильный, доказать вам, что он имеет право на свой собственный выбор. Поэтому очень важно сказать, да, тебе решать, это твой выбор, мы всегда тебя поддержим, а дальше аккуратно, в той мере, в которой ваш ребенок готов это принять, высказать свои опасения. Но ты знаешь, мне кажется, тебе пока трудно будет поднять этих семерых детей, которые не являются твоими детьми, потому что тебе пока негде жить. Что вы думаете по этому поводу? И так далее. То есть вот в таком конструктивном варианте высказать свои опасения. И благословение, как напутственную молитву, мне кажется, родители должны давать своим детям в любом случае. Даже если их ребенок затевает что-то из того, что им не нравится, молитва. И молитвы матери с одной моря достанет, говорят в народе. А проклятие матери, говорит уже нам священное писание, разрушает дома детей до основания. Поэтому, дорогие матери, не проклинайте своих детей, чтобы они такое не задумали, все равно обязательно их благословляйте и молитесь за них, старайтесь быть всегда им поддержкой. Ну а дети, соответственно, не раздражайте своих родителей, выслушивайте их мнение, старайтесь его понять и учесть, обязательно учесть. Но ответственность за вашу жизнь лежит, конечно, на вас самих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok